Привет, друзья! С вами Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Видите, с каким интересным принтом я сегодня надела платье? И это не случайно. Сегодня мы с вами поговорим о турчанках. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Итак, турчанки. Кто же они такие? Если с турками мужчинами все более-менее понятно, это и наши друзья, и наши мужья, друзья наших мужей, а также это официанты в ресторанах, это парикмахеры. Возможности пообщаться с мужчиной-турком гораздо больше, чем с женщиной. Поэтому турчанки для многих из нас остаются загадками. Переворошив свой опыт общения с женщинами-турчанками, я попыталась составить какую-то общую картину и хочу поделиться с вами своими результатами и наблюдениями. Турция вообще очень колоритная страна, и ее колоритность особенно заметна на женщинах. Женщины на востоке Турции, особенно в маленьких деревнях, поселках, и женщины в мегаполисах – это вообще люди с разных планет. Такие отличия возникают из-за тех условий, в которых проживают женщины, и семейных традиций, в которых растут маленькие девочки-турчанки. О женщинах из деревень и из маленьких городков можно писать романы. Это совсем другая история. Я как-нибудь обязательно сниму видео отдельное и расскажу о том, как живут женщины в селах и как складываются их судьбы. Но сегодня мы поговорим о женщинах, которых, к счастью, большинство, которые живут в больших городах и воспитываются в современных семьях. Маленькие девочки-турчанки обожаемы своими папами. Для своих пап они принцессы и воспитываются в таком духе. Такое королевское воспитание, конечно же, сказывается на характере будущих женщин. Вырастая, они ожидают отношения к себе как к королевской персоне не только от мужчин, а вообще от окружающих. В отличие от наших девочек, которые очень часто воспитываются в семьях без отца, или даже если семьи полные, то отношение к дочери в лучшем случае нейтральное. Впоследствии разница налицо. Эту разницу очень четко подметили турецкие мужчины. Среди мужчин существует даже такая поговорка. Русская женщина как водка. Бери и пей. Особенно какой-то закуске не требуется. А турецкая женщина как ракы. Она требует закуску, она требует салаты, она требует неторопливой беседы. В общем, она требует, она требует и она требует. Просто так сесть и выпить ее не получится. Получается очень яркое сравнение. У турецких женщин все так и есть. Турецкие женщины очень требовательны. И эта требовательность касается как вначале своих собственных семей, так потом их парней, мужей. Также эта требовательность относится и к своим подругам. С подругами у турчанок вообще все сложно и интересно, насколько я заметила. Близкая дружба среди женщин-турчанок существует достаточно редко. Посплетничать – это любимое занятие турецких женщин. Они могут собираться и часами разговаривать и обсуждать кого-нибудь. Но если чьи-нибудь интересы вдруг соприкоснутся, то всякой дружбе приходит конец. Причем моментальный. Все те секреты, которые были поведаны в моменты откровенных бесед, в момент будут знать все вокруг. И близкие подруги моментально превращаются во врагов. Что касается парней, тут требовательность вообще зашкаливает. Если молодая девушка-турчанка симпатичная, да еще и из хорошей, приличной, богатой семьи, то здесь все сложно. Здесь требование не закончится не только у нее, но еще и у ее семьи. Парень должен уделять все свое внимание своей девушке, водить ее в хорошие дорогие рестораны, дарить ей подарки. Парень, конечно же, должен за собой ухаживать. Любая турецкая девушка будет считать ниже своего достоинства встречаться или просто даже дружить с парнем, который неопрятный, за собой не смотрит, неухоженный. Наверное, поэтому большинство турецких мужчин за собой следит. Когда я впервые приехала в Турцию, для меня это было приятным шоком. По улицам везде ходят ухоженные красавчики, и даже таркан на их фоне не кажется таким уж симпатичным. До брака турецкие девушки в основном живут дома с родителями, под пристальным контролем мамы и папы. Нужно сказать, что они тоже много внимания уделяют себе, своей внешности, своему образованию, разным всевозможным увлечениям. По дому турецкие девушки мамам помогают довольно редко. Поэтому, как правило, выходя замуж, редкая турецкая девушка умеет готовить, убираться или еще что-нибудь сделать по дому. Но зато, выйдя замуж, они моментально всему учатся. И это их большой плюс. Как правило, турчанки уже более опытные, просто обалденно готовят. У них есть чему поучиться. Меня всегда это поражало, как девушка, которая в молодости абсолютно не интересуется кухней и всем, что с этим связано, выйдя замуж и уже чуть-чуть немножко повзрослев, превращается в идеальную хозяйку. Поначалу только выйдя замуж, девушка, конечно, очень старается. Она старается угодить своему мужу, она старается показать его родственникам, какая она хозяйка. Все меняется с появлением детей. Даже, я бы сказала, с того момента, когда женщина впервые беременеет. Беременная турецкая женщина – это центр земли для всей семьи. Причем как своей, так и ее мужа. Мужья, как правило, следят за всеми подробностями беременности. Они знают, сколько набрала их жена. Они знают, что нужно кушать, чего не нужно кушать. И здесь уж они стараются выполнить все капризы мамы своего будущего ребенка. Если говорить о беременности, то в Турции к беременным женщинам вообще отношения очень лояльные. Они не соблюдают каких-то особенных диет и не сильно следят за набором своего веса. Считается нормальным, если женщина за беременность наберет килограмм 20, а то и больше. Женщина может себе позволить питаться так, как ей нравится. Так как то, от чего хочется женщине, хочется самому ребеночку. И в этом нельзя отказывать. Моя беременность протекала на Украине. И за всю беременность я набрала всего 9 килограмм. Моя доктор пристально следила за тем, как я питаюсь. И мне приходилось делать разгрузочные дни несколько раз в неделю. Ходя на приемы, я боялась встать на весы. Потому что если я наберу больше на 200-300 грамм, чем положено, то меня ждал строгий выговор. Ничего такого не переживают будущие турецкие мамочки. Я думаю, что если я все-таки соберусь родить второго ребенка, то я буду рожать, конечно же, в Турции. После того, как турецкая женщина рожает, все ее внимание переходит с мужа на ребенка. Нужно сказать, что турецкая женщина очень хорошая мама. Если мой сын оставался у кого-то из своих турецких друзей, я всегда была спокойна. Я знала, что он всегда будет накормлен, присмотрен. И если нужно получить какие-то уроки, все будет проверено, проконтролировано. И все как положено. Любимое развлечение турецких женщин, как я уже говорила, это сплетни. Здесь существует особая традиция. Обычно это бывает раз в месяц. Подруги или соседки, например, собираются каждый раз у какой-нибудь одной из них. Каждая приносит с собой какое-нибудь блюдо. Хозяйки любят посоревноваться друг с другом, кто из них лучше готовит. И такие собероны – это хорошая возможность. Посиделки устраиваются, как правило, на целый день. Женщины сидят, общаются, разговаривают. Конечно же, обсуждают последние сплетни. Но это не все. Такой день встречи называется «Золотым днем». Алтынгюне. Каждая пришедшая гостья приносит по золотой монетке хозяйки. И так из месяца в месяц они переходят в той же самой компании из дома в дом. И каждый раз хозяйка получает монетки от всех пришедших подруг. Поскольку на такие собероны обычно приходят женщины-неработающие, это еще и очень хороший способ собирать деньги. В таких соберонов у женщины накапливается, как правило, неплохая сумма, которая очень часто выручает ее семью в сложных ситуациях. Мужья часто подшучивают над своими женами, говоря, что они богаче, чем сам муж. У нас на работе тоже существует такая традиция. Мы хоть и не можем собраться у кого-то дома каждый раз. Раз в месяц мы устраиваем лотерею с коллегами-подругами. Каждый месяц кто-то из нас получает кругленькую сумму денег. Мне эта традиция очень нравится, если бы не сплетни. Чтобы не быть изгоем в обществе турецких женщин, приходится более-неволей подсоединяться к этим сплетням, к этим разговорам. Я терпеть не могу о ком-то что-то рассказывать. Да и все новости, как правило, узнаю последней. Совсем ничего не рассказывать не получается. Поэтому, чтобы не рассказывать ничего о других, я предпочитаю рассказывать что-то о себе. Это тоже устраивает, но нужно быть максимум корректной. Если вдруг, не дай бог, пройдет какое-нибудь столкновение интересов с кем-то из твоих турецких подруг, то все подробности личной жизни или то, что ты о ком-то говорила, будут знать все остальные или тот человек, который об этом знать не должен. Именно из-за этого близких подруг среди турчанок у меня нет. Так как для меня дружба это в первую очередь доверие. А в такой ситуации о каком-то доверии речь идти, конечно же, не может. По поводу сплетен хочу поделиться историей своей жизни. Когда я только приехала в Турцию, еще в начале своего карьерного пути, я устроилась работать в одну небольшую компанию секретарем и помощницей директора. Директором была женщина. Буквально на второй день моей работы она вызвала меня к себе в кабинет и прямо мне сказала, что для нее очень важным будет, если я буду сплетничать со всеми сотрудниками нашей компании и потом эти сплетни рассказывать ей. Ей было интересно, кто что о ней говорит и вообще, что происходит в коллективе, какие отношения у кого друг с другом, кто о чем говорит. До этого у меня не было опыта в Турции, и я не знала, как мне правильно реагировать на такое заявление. Вначале я попыталась проигнорировать, но через несколько месяцев она меня опять вызвала к себе и сказала, что я не справляюсь со своими обязанностями, поскольку я целыми днями с кем-то общаюсь, но ничего ей не рассказываю, так как она меня просила. И представьте себе, она меня уволила. Турчанки, на первый взгляд, очень доброжелательные, очень улыбчивые и очень позитивно настроенные. При встрече знакомые друг друга обязательно улыбаются и сыпят комплиментами. Мне, например, очень часто делают комплименты, когда я не выспалась или забыла помыть голову. Фишка в том, что когда они оборачиваются, то лучезарная улыбка превращается в гримацию, типа «Ах, я много раз наблюдала подобные сцены в общении в коллективе». А если, например, не улыбаться человеку или просто вести себя как-то нейтрально, то о тебе складывается мнение, что ты какая-то холодная, ты какая-то невежливая и грубая. Поэтому волей-неволей приходится улыбаться. Вот опять-таки, о какой же искренности может идти речь? Турчанки любят помогать друг другу. И это, на мой взгляд, очень хорошая черта. Если у вас в доме организовывается какая-то вечеринка или какое-то событие, можно смело пригласить кого-нибудь из своих родственников или подруг. Они четко знают, как что должно быть организовано, что должно быть приготовлено, как должен быть засервирован стол. Даже в уборке они не откажутся помочь. Но здесь тоже есть свои подводные камни. Например, когда мой сын только родился, к нам в гости часто приезжала свекровь. Это была моя первая свекровь. Она не отказывалась помогать, но иногда делала такие вещи. Дочка, вот приди, посмотри, я тебе все помогла, я почистила картошку, я помыла курицу, а дальше ты приготовь, пожалуйста, а я посмотрю на твой интересный рецепт. Или, дочка, я погладила, смотри, все рубашки, но вот одну из них я оставила, давай ты погладишь, а я посмотрю, как ты умеешь гладить. Нужно ли говорить, что от такой помощи я в скором времени отказалась? Ну что, такие мои наблюдения, такой мой опыт общения с турчанками. Не судите строго. Я не могу считаться экспертом, так как у меня нет большого опыта общения с турецкими женщинами. В основном это мои родственники, это мои бывшие родственники и несколько коллег по работе. Даже на работе я работаю в таком отделе, где всего две девушки, включая меня. Уверена, среди вас найдутся те, кто дружит с турчанками и прекрасно с ними лазит. Пишите внизу ваши истории. Если считаете, что я права в своих наблюдениях, ставьте лайк. Если я все-таки не права и наговариваю, ставьте дизлайк. Буду рада, если вы поделитесь своим опытом в комментариях или можете писать мне в Инстаграм. Может быть, среди вас есть мужья турчанок. Особенно интересно услышать ваше мнение. Всех крепко обнимаю, желаю удачи и только искренних друзей. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok